Девушки отдыхают Также я люблю поиски в деревню. Три месяца в бабушкином доме из толстых брёвен, где каждое утро ты просыпаешься под гул сепаратора. Можешь набрать себе свежих яиц в курятнике, попить парного молока, а потом весь день купаться на пруду или рубить крапиву палкой. После пыльных и жарких улиц города, деревня превращалась для меня в необитаемый остров из романа Свифта, полного сокровища и приключений. А в том году деревня манила меня особенно. Ещё бы, я закончил первый класс и считал себя абсолютно взрослым. Теперь мне никто не запретит уходить далеко от дома или бегать с взрослыми пацанами на затон. Даже булавку к трусам заранее прицепил, наслушавшись истории про страшные судороги в холодной воде. Мама в том году со мной не поехала, оставив меня одного на попечение бабушки. Ей надо было работать. До этого она могла себе позволить уехать на три месяца. Но отца не стало. Он не вернулся из Чечни. Только портрет с чёрной лентой и орден в красной коробке. Так что я был полностью предоставлен сам себе. Первый месяц пролетел, как одна неделя. Я облазил свои окрестности. Спал на сеновале. Строил шалаши в снопах сена. Собирал колорадов. Копал червей и ходил на рыбалку. Да что там говорить. Я даже катался с дядей Митей в коляске его Урала. И даже попробовал покурить, стащив у него мятую сигарету Беломорканала. Кашлял потом долго. Но всё же попробовал. А потом наступило самое страшное. Мне стало скучно. Вы же представляете, что такое скука для семилетнего ребёнка. Бабушка была вечно занята. То хозяйство, то работа в магазине. Телевизор чёрно-белый. И показывает только два канала. От безделья я начал шарахаться по деревне. И искать приключений. Как-то раз я напоролся на местную стаю гусей. Которая нежилась в огромной. Размером с небольшой пруд лужи. Я просто шёл мимо. Когда услышал угрожающее шипение слива от себя. Один из гусей. По всей видимости вожак. Решил защитить свою территорию. Расправил крылья. Надул грудь колесом. И пошёл на меня. Я остановился. Сожимая в руках палку крапиворубилку. Судорожно думая о том, что мне делать. Бежать. Или биться до конца. Бегал я не очень хорошо. Поэтому выбрал второй вариант. Когда гусь приблизился почти вплотную. И потянулся ко мне для того, чтобы ущипнуть. Я рубанул палкой со всей силой. Так же, как рубил крапиву. Гусь крякнул. Его шея надломилась, как стебель срубленной крапивы. И он рухнул на землю, пытаясь вдохнуть. Я подошёл. Пнул его ногой. Враг был повержен. «Ах ты ж негодник!» Услышал я чей-то крик за спиной. «Схубил хузя моего! Вот же шакаянный!» Ко мне подбежала старушка. Невысокая, морщинистая. С прядями седых волос из почти чистого белого платка. Она заставила меня поднять тушу птицы. И оттащить их бабки домой. Я не сопротивлялся. Боялся, что она расскажет бабушке и мне влетит. Старушка жила в симпатичном доме с зелёными стенами и резными наличниками на окнах. Я положил птицу на крыльце. Туда, куда она мне сказала. Старушка расспросила чей я. И сказала, что знает мою бабушку и маму. Пообещала не рассказывать. Если я помогу ей по хозяйству. Пришлось согласиться. Если бабушкиной кары я не сильно боялся, то мама в наказании могла не выпускать меня гулять. Или запретить смотреть мультфильмы. Весь день я рвал сорняки из грядок. Подметал двор. И мыл старые бидоны из-под молока. В обед старушка покормила варёными яйцами, хлебом и конфетами. Она была доброй. Даже очень. Сказала, что сама не справляется с хозяйством. Ибо руки у неё болят сильно в локтях. Мне было её очень жалко. И поэтому, когда она попросила прийти ещё, я согласился. На следующий день она была дома не одна. С ней был ворчливый старик. Который вечно курил трубку. Что-то невнятно окряхтел. И постоянно отёр свою шею. Меня он не замечал. Старушка сказала не обращать на него внимания. И я просто помогал ей весь день. Точнее делал то, что она говорила. Потому что сама старушка не могла почти ничего. Я чистил коровник и курятник. Бабушка говорила, что скоро приведут корову с фастбища. Только в коровнике было слишком чисто. И почти не было навоза. Как будто коровы давно не было. Куриц тоже не было. Но она попросила приготовить места для несушек. Натаскать сено. И вымести пол. Гуся с крыльца никто не убрал. Её начал пованивать. Она также накормила меня. Только в этот раз с ушками с лимонадом. Так и потянулось всё моё дальнейшее лето. Каждый день я ходил к этой старушке и помогал ей. Пробирался дворами. Чтобы никто не заметил, где я пропадаю. И не рассказывал о моей бабушке. Мне до сих пор было стыдно за Гуся. И помимо этого появилась хоть какая-то цель. Я не просто шатался по улице. А делал хорошее дело. Так и представлял. Как расскажу потом маме. Опустив все детали про поверженную птицу. Гуся я, кстати, выкинул. На третий день. Когда заметил, как по его глазам ползают черви. Может, старушка не смогла его приготовить. Из-за боли в руке. Не знаю. Утащил его за огород. И забросил в заросли лопухов. Морщась от вони. В один из дней я встретил в доме ещё одного старика. Который вышел из дома в одних портках. Посмотрел на меня. Схватился за лоб двумя руками. Завыл. И убежал в дом. Он перепугал меня не на шутку. Но старушка меня успокоила. Сказала, что это её брат с войны. Мол, ранили его. Теперь он чудной. Но безобидный. Мне нравилось у старушки. Я ни разу не был у неё в доме. Постоянно занимаюсь чем-то во дворе. Но и там дел хватало. Напрягался я не сильно. Я делал всё в меру своих возможностей. Да и кормила она интересно. Никаких скучных супов, каш или варёной курицы. Много конфет, сладостей, бубликов, варёных яиц. Всё то, что мне нравилось. День сменялся днём. Я помогал старушке. Бабушка была рада, что я чем-то всегда занят. А все были довольны. А в один из дней, возле лужи пруда, увидел старика в затёртой соломенной шляпе. Он долго ходил среди гусей, словно что-то искал. Когда я проходил мимо, он пристально посмотрел на меня. Но ничего не сказал. Больше этим путём я не ходил, избегая подозрительного деда. Ближе к концу лета, меня насторожил местный почтальон, который застыл меня дома с утра, когда я собирался уже уходить. Он начал меня расспрашивать, зачем я хожу в тот дом. Я не стал врать, а рассказал, что помогаю старушке по хозяйству. На что он сначала побледнел, потом позеленел, прыгнул на велосипед и скрылся за поворотом, даже не попрощавшись. Я не понял его такой реакции. Хотел попросить, чтобы он пока не рассказывал моей бабушке, но не успел. Когда я вечером перелез через забор своего дома, меня во дворе ждали бабушка с мамой. Вид у них был странный, напуганный и заплаканный. Мама сразу обняла меня и разрывелась. Мне ничего не объяснили, но в тот же день мы уехали обратно в город. И дальше началось вообще странное. Мама начала таскать меня по разным врачам. А взрослые серьёзные люди спрашивали меня о моём папе, о том, что мне снится. Просели рассматривать странные картинки. А в школу я в том году не пошёл. С тех пор прошло уже много времени. В армию меня не взяли, потому что у меня была справка о психическом расстройстве и о том, что я стоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Мама не стала в прошлом году, когда мне исполнилось 20. Я всю жизнь мучился догадками, что же тогда произошло. Но никто мне не рассказывал, как я не старался выбить правду. Всегда меняли тему разговора и уходили от ответа. И вот спустя несколько лет я вернулся в деревню, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой истории. А вот он тот же дом, где я провёл почти всё то злосчастное лето. Точнее, то, что осталось от дома. Крыша сгнила и провалилась. Окна, как пустые глазницы, черняли провалами. Двор зарос бурьяном, так что калитке было даже не подойти. Это было странно, так как в деревне не было ни одного заброшенного дома. А если кто-то уезжал, то их жилище занимал кто-то другой. А этот стоял покинутый и заброшенный, почти в самом центре посёлка. Я смотрел на разваленное, докуривая сигарету. «Сынок, а ты что тут стоишь? Негоже! Место-то проклятое!» Раздался голос из-за спины. Я повернулся и увидел почтальона. Постаревшего, осунувшегося, но всё на том же велосипеде и в том же выгоревшем и полинелом пиджаке. «Проклятое? Это почему же?» Спросил я. «А ты что, не знаешь, что ли?» Почтальон поправил кепку. «Нет». «У тебя горло есть чем промочить?» «Надьётся». Мы зашли в местное сельпо. Купили бутылку водки, лимонад, колокольчик и чёрный хлеб. Выйдя из магазина, дошли до небольшого пригорка и остановились под раскидистой берёзой. Почтальон скинул пиджак, уселся на него, плеснул себе огорячительного, закусил хлебом. «Плохое это место. Тёмное», сказал он, занюхав краюху. «Я лишь посмотрел на него в ожидании продолжения. Далее с его слов. Там раньше жил кузнец местный, Матвей. Старый уже был, за шестьдесят. Со женой жил. Всё у них хладно было. До поры до времени. Почтальон налил ещё стакан. Опрокинул, прокашлялся, достал мятую папиросу и закурил. Как-то вернулся он с кузней домой. Чуть за полдень. Обычно вечером приходил. А тут дёрнул его чёрт днём прийти. Да не с пустыми руками шёл. Косы у него заточенные. Да топоры новые. Зашёл во двор. А там сосед его, Аркаша, в труселях одних из дома выходит. Тут нечистая Матвея накрыла. Женка его выскочила из хаты. Так он ей руки по локоть косой отсёк. С одного удара. Бабка в дом забежала. Да там и померла. Кровью истекла. Сам Матвеев в коровнике повесился. Да неудачно. Трахею сломал. И не помер сразу. Говорят, он болтался там ещё с полчаса. Всю шею себе в кровь разодрал, пока помер. Что на бабку на старости лет нашло, один чёрт её знает. Но вот так померли они все трое. Тёмное место. Страшное. Я оцепенел от рассказа почтальона. Вспомнил и старушку. И мужика в трусах. И мужика её, который горло себе чесал. А взял бутылку. А сделал несколько глотков. И даже не почувствовал обжигающего вкуса. Говорят, души их там и остались. Мальчонка один. Продолжил почтальон. Давно. Лет пятнадцать назад. Всё лето в этом доме бегал. Я заметил его, когда он как-то вечером через забор лазил. Думал он там угощения хряпает, которые местные в память, как на могилку в дом носили. Этот Васильковый внук был. Пришёл я как-то к нему. А он и говорит, что по дому помогают старухи. Про мужа её мне рассказал. Я тогда и понял, что призраков он видел. Не мог мальчонка сам придумать. Потому что в деревне никто не рассказывал про это. С тех пор дом этот все стороной обходят. Плохое это место. Проклятое. Продолжение следует...